Добрый день всем! Сегодня я Четвертаков Евгений, археолог, сотрудник Дальнекстантиновского района, специально для конференции, которая организована красными боками. Сегодня я расскажу в небольшом видеоформате о тех археологических работах, которые мы ведем на территории Краснобаковского района уже второй год. Имеется в виду археологические работы, которые ведутся в районе Боровского кордона и целью которых является исследование средневекового могильника финнов по Ветлужье, которые проживали там в период X-XII веков. Надо сказать, что исследования наши в районе Боровского кордона, это Левобережье и Ветлуге, на территории Краснобаковского района, начались в 2019 году, когда мы зафиксировали достаточно крупный могильник грунтовый, морийцев по Ветлужье. И работу на нем мы производили осенью 2019 года. Основным итогом тех работ стала, собственно говоря, фиксация и оформление этого памятника. И некоторые работы, в частности работы по реставрации и консервации железных предметов, которые готовятся к экспонированию в стенах Краснобаковского музея, как мне хотелось бы, в общем, находятся в обработке до сих пор. Подготовить мы их попытаемся к концу года. А в 2020 году наши исследования продолжились в этом районе, были они связаны с вновь появившейся информацией о попытке продажи вещей эпохи Средневековья, которые принадлежат финнам в Средневековье, в сети интернет. Ну, попытка эта была, в общем-то, зафиксирована, пресечена в том числе силами и сотрудников Краснобаковского музея. И в 2020 году мы начали обследовать поляну, которая находится от первого могильника на расстоянии около 150-200 метров. В данном рассказе точных цифр я называть не буду, в силу того, что не готовился именно к фактологиям. Мы начали исследовать небольшую поляну, которая находится на бывшем грунтовом проезде, ведущем вдоль высокого берега старицы реки Ветлуги. И обнаружили там достаточно небольшой, компактный по своей территории могильничек, который также относится к эпохе XI-XII веков, но который отделен от первого могильника довольно большим расстоянием. В первую очередь на этом могильнике фиксировался подъемный материал, который остался от выкинутого копателями медного котла, то есть его фрагментов. Фиксировалось содержимое этого котла, который был выкинут, видимо, на склон высокого берега реки Ветлуги. В частности, из содержимого этого котла до нас дошла чаша, правда фрагментарно в виде поддона, который, видимо, был ритуально пробит каким-то острым предметом. Кроме того, фиксировался также материал, который мы находили с помощью приборов металлопоиска. И, в частности, на этом могильнике мы, конечно, не выкапывали все вещи, а только те вещи, которые важны были нам для маркировки территории могильника, для маркировки его границ. Оказалось, что на территории могильника, скорее всего, бытовал достаточно интересный обычай втыкать в землю копья, стрелы и так далее и тому подобное. Вот наконечник пики, который был воткнут непосредственно в землю под современным горизонтом Дёрна и фактически торчал из него. Вот таких наконечников стрел, пик, копий было обнаружено на территории этого могильника несколько. Что касается шурфовочных работ, то был разбит небольшой шурф, который, правда, вместил в себя два полноценных погребения, которые вначале были зафиксированы по характерным могильным пятнам, а потом разобраны. Первое погребение принадлежало, видимо, девочке достаточно малых лет, в силу того, что из костного материала, остеологических остатков в этом погребении были обнаружены только коронки молочных зубов. Кроме того, в этом погребении был достаточно интересный женский набор украшений, который включал шейную гривну, височные кольца, многочисленные бусины и бисер, а также две шумящие привески, оформленные в виде зооморфных существ. Второе погребение было несколько масштабнее, если можно так выразиться. Условно оно принадлежало мужчине по тому инвентарю, который был в нем обнаружен. Частично в погребальной яме фиксировался скелет, но только частично. И вещи с остатками кремации были сложены компактно в районе условного пояса погребенного. Комплекс вещей этого погребения достаточно велик, так как сам условный скелет погребенного занимал лишь малую часть погребальные камеры, погребальные ямы. На остальном пространстве также находились вещи, за исключением котла, который, видимо, был вынут черными искателями и выкинут на склон Ветлушского берега, фрагменты которого мы также сфиксировали. Из материалов надо сказать, что материал этого погребения достаточно обширен. В первую очередь нам пришлось работать с остатками кожаного ремня, которые мы попытались сохранить в условиях лаборатории Казанского университета. К сожалению, скажу, что сохранность ремня оказалась не очень хорошая. Впрочем, сам комплекс ременной, я думаю, будет достаточно представителей. Ну и кроме этого, в погребении этом содержалась достаточно большая коллекция орудий и оружия. Ну, в данном случае, такой наконечник копья или дротика. Было там несколько наконечников стрел. Был и традиционный железный нож в этом погребении и довольно много других вещей. Надо сказать, что работы 2020 года видятся тоже довольно результативными, хотя, конечно, и не масштабными. И наша задача заключается в том, чтобы в первую очередь сохранить добытые вещи, часть из которых находится в довольно плохом состоянии. Вторая задача – это, безусловно, написать археологический отчет, к чему приступим мы, где-то начиная с января, может быть, февраля уже 2020 года. Ну и третья задача – это поставить памятник на государственную охрану, что нам удалось сделать годом ранее. На этом отклоняюсь. Всем спасибо за внимание. Извините за краткость изложения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...